приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы как вы заметили я такой серьезный любитель общепита произошло это потому что вся моя молодость и все детство прошло в каких-то поездках по тогда еще безграничным просторам советского союза я увлекался туристом очень много ездил это были поезда это были какие-то сборы ну и естественно это были вокзалы а вокзалы это естественно были беляши друзья и у меня с детства остались такие теплые воспоминания о советских беляшах что с возрастом сейчас вы знаете купи на вокзале беляш вернее 5 беляшей и собери кошку есть их крайне небезопасно кстати у меня знакомый недавно отравился беляшиком на вокзале так что первые три дня похода мы его дружно лечили всем там всякими подручными медицинскими препаратами действительно человеку плохо было правда съел беляш я ему говорил не ешь беляши на вокзале не то время теперь так вот с возрастом с прошествием времени мы с ларисой воссоздали тот классический советский рецепт беляшей которые люди моего поколения наверняка еще помнят не с отвращением так как молодежь сейчас относится к беляшам а с некоторым благоговением и вот в связи с этим друзья хотим с вами поделиться рецептом беляшей таких сочных вкусных пушистых как они были во времена советского союза и так первую очередь фарш мы приготовили фарш из двух видов мяса из половины нежирной телятины и половины очень жирной свинины вообще чем жирнее фарш тем сочнее естественно будет наш беляш поэтому можно в принципе готовить из средней жирной свинины но если вы используете телятину а мы любим использовать телятину фарша тогда берите свининку пожирнее чтобы беляшик не получился сухой естественно она она для фарша нам еще понадобится для начинки лучок лучка понадобится много для теста нам понадобится мука молочко водичка оливковое масло сахар соль и дрожжи да да тесто для беляшей делается дрожжевое естественно в первую очередь сейчас приготовим опару для того чтобы впоследствии замесить тесто кстати я фарш вам показал вот теперь предъявляю кошку при приготовлении наших беляшей ни одна кошка не пострадает добавляем смысле выливаем молочко в емкость которой мы будем замешивать тесто добавляем водичку размешиваем добавляем сахарочек и размешиваем сахар до полного растворения того как сахар полностью растворился смеси молока и воды посыпаем на поверхность дрожжи и дадим им постоять где-то примерно 5-6 минут для того чтобы дрожжи полностью питали влагу и начали активировались скажем так через пять минут добавляем соль и размешиваем для того как соль полностью растворилась начинаем вводить просеивать или заранее подготовленную просеянную муку порциями вводить тесто и перемешивать у нас должно тесто получится мягкое и эластичное то есть оно должно быть не крутое поэтому муку лучше добавлять частями всегда проще добавить немножко муки чем чем получить испорченное тесто наверно так после того как внесли процентов 80 заранее приготовленной муки начинаем размешивать тесто вначале естественно ложкой после того как муха набухла и тесто мы достаточно размешали ложечкой начинаем его вымешивать руками вымешивать надо долго минимум это 10 минут можно сделать на тестомесильной машине и заранее отвечаю на вопрос наш тестомес не сломался он работает он отлично себя чувствует просто очень многие говорят что мы используем много очень много техники ну и количество теста такое что стыдно его месить на тестомесе поэтому стараемся использовать техники поменьше делать рецепты которые пригодны и ну вот для самых простых хозяйств ну буквально вдруг человек живет на съемной квартире у него кроме сковородки ничего нету а беляшей хочется вот пожалуйста тестомес не понадобится на этом этапе добавляем оливковое масло в наше тесто и продолжаем его вымешивать как я уже говорил где-то минут 10 лариса его хорошенько вынесет и покажем вам что получилось получили вот такое вот эластичное тесто мягенькая мягенькая накрываем его пищевой пленочкой и отправляем теплое место где-то при температуре 28-32 градуса подходить если у вас нету такого теплого места то запустите духовку буквально на несколько минут если в духовке нету функции специальной чтобы подходило тесто запустите духовку на несколько минут она прогреется ну буквально там на минуту на полторы помещаете туда тесто и оставляете на час пока тесто подходит вернемся к приготовлению начинки в первую очередь очень мелко нарежем лук можно нарезать мелкими кубиками можно нарезать очень тоненькими полукольцами все зависит от того какой лук беляшах вы больше любите мы нарежем мелкими кубиками того как лук нарезал берем нужное количество соли для для всего фарша то есть не для лука именно а вот то как мы планируем солить фарш делаем это по вкусу ну вот лависа взяла такую щепотку так чтобы пересоленная не получилось и хорошенько разминаем лук с этой солью для того чтобы он пустил но вот именно его надо размять чтобы у нас беляшах потом не получились недоготовленные скажем так чувствующиеся кусочки лука есть метод обжаривать лук но тогда беляши получается не классического вкуса но не такие как они должны быть на самом деле лучше произвести вот такую вот процедуру не очень приятно конечно придется поплакать но зато беляши будут вкусные перемещаем лучок фарш добавляем черный перец молотый хорошенько перемешиваем фарш и после этого отправим его в холодильник чтобы он настоялся вот все то время с тестом мы будем который мы будем заниматься с тестом с тестом мы будем заниматься где-то около полутора часов пусть фарш у нас стоит в холодильнике и настаивается накроем его крышечкой или пищевой пленкой как кому удобней естественно хорошенько перемешал предварительно через час нам надо обмять тесто оно подошло немножко таким вот образом его обминаем чтобы у нас беляшики наши были пышные и после этой операции опять же таки в теплом месте оставляем его еще на полчаса 40 минут мы оставим на полчаса полчаса после того как тесто подошло второй раз начнем готовить беляши смазываем досточку растительным маслом чтобы тесто не прилипало и немножко руки второй раз обминаем тесто и выкладываем его на досточку сейчас у нас будут мега вкусные беляши друзья теперь нам надо разделить тесто на порционные кусочки для этого сворачиваем его в колбаску и делим на кусочки ну вот примерно по 50 60 грамм вот такие вот но опять же таки все зависит насколько огромные вы хотите получить беляши как вкусно пахнет тесто разделим все тесто на такие кусочки и вернем поделенное тесто разминаем руками причем беляши не раскатываются вот так вот разминаем их делая как бы такой круглый круглую лепешку краям тесто разминаем немножко сильнее чтобы она краям было тоньше чем серединке на серединку выкладываем побольше фарша ларис тут ключевое слово побольше мы же хотим не общепитовские да ладно я шучу выкладывать столько сколько надо ну думаю что да и теперь собираем как бы тесто защипывая его кверху в это время разогреваем сковородку ну или мы взяли глубокую сковородку любую любую емкость растительным маслом масло разогреваем достаточно сильно ну вот чтобы она была раскаленная вот так вот формируем наш беляшик давайте посмотрим еще раз разминаем наш колобочек руками распределяя тесто так чтобы с краев она была тоньше чем серединой что примерно формируем круглую такую лепешечку идеальный круг здесь ну совершенно не обязателен выкладываем побольше мяска чтобы вкусные беляши получились мяско должно быть побольше и вот таким вот образом собирая ларис как ты можешь сюда немножко развернуться собирая краешки защипываем их сверху и формируем круглый беляшик какая красота точно так же долепим остальные беляшики масло раскалится и начнем их жарить друзья масло желательно чтобы было в посудине в которой вы его греете так чтобы она полностью покрыла беляш чтобы он жарился но во фритюре но минимум что минимум как который можно это хотя бы чтобы она чуть выше половины покрывала беляш а мы будем лепить оставшиеся беляши масло разогрели и немножко уменьшили огонь для того чтобы ну не сильно не в самом раскаленном масле его жарим я включаю секундомер и кстати беляши в масло опускаем вот той вот стороной которой мы защипывали вниз вот первый раз опускаем вниз вот так вот видите не сильно он бурлит а подвину ларис беляш противоположной часть сковородки противоположную чтобы было видно что с ним происходит подрумянивается и и уплывает назад достаточно быстро это происходит 40 секунд мы переворачиваем беляш и с другой стороны я думаю даже меньше будем жарить вот чтобы он стал такого беляшного цвета то есть чтобы он получил золотистую корочку друзья эта корочка будет хрустящая внутри будет нежное сочное тесто и самое главное это сочная начинка что-то я уже слюнки глотаю лучше отрегулировать огонь так чтобы немножко подольше жарилась потому что 40 секунд мне кажется все таки маловато а фарш может не успеть приготовиться но честно этому сейчас я еще меньше огонь сделала сейчас ну вот это ты получился 40 минут и со второй стороны 40 секунд да извиняюсь выкладываем готовые беляши на бумажное полотенце немножко уменьшили огонь жарим 2 беляшик опять-таки придаем ему форму чтобы он у нас получился кругленький смотрим ничего ничего ли не разлепилась и конечно можно жарить и по несколько штук но лариса предпочитает по одному помещаем включаем секундомер а ну-ка давай его в другую часть сковородки чтобы было видно как он жарится ай какая красота 45 секунд не особо мы ушли от нашего результата но я думаю ларис все будет нормально также 45 секунд обжариваем с другой стороны сейчас уже дожарим этот а остальные будем жарить без камеры 45 секунд плавить пора вынимать точно так же друзья обжарим все оставшиеся беляши и будем их дегустировать но поверьте я уже в предвкушении это мега вкусно это но это потрясающие будут беляши все-таки температуру масла нужно отрегулировать таким образом чтобы беляши жарились чуть больше минуты и давайте зарежем зарежем один беляш конечно это не камильфо беляши резать ножом едят то их руками но для того чтобы показать красивый разрез какой он сочный для того чтобы показать красивый разрез я сделаю вот так вот друзья давайте крупный план личный беляш очень сочный сочнейший фарш как видите хрустящая корочка все идеально прожарено вот такой вот на вид но сейчас мы продегустируем их ну что ж друзья запахи здесь просто сногсшибательные дегустировать будем всей семьей учетом того что мы голодные наш главный дегустатор получает первый горячий сейчас получишь дегустатор подожди пока 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 мы начнем лариса дегустатор утащил беляш по-моему они чересчур мясные с этого беляша капает сок он настолько сочный при хрустящей корочки это просто потрясающе что скажешь очень вкусно скажи вкус детства то что сейчас таких беляшей кроме как дома нигде не покушать а для меня это вкус путешествий вкус железной дороги вкус походов с палатками вот у меня беляше ассоциируется с вокзалами со счастливым детством друзья это просто потрясающе я бы конечно фарш добавил бы еще зеленью например кинзы но это тогда уже получится не классический беляш а пирожок зеленью хотя просто невозможно оторваться он настолько сочный настолько классный в общем друзья не будем вас изводить беляши очень крутые попробуйте приготовить не пожалеете я думаю что если вы там своему супругу примеру или супруги на ужин приготовите такие беляши и поставите бутылочку хорошего темного пива это просто фантастика с удовольствием вам представляем наш рецепт я думаю что вам понравился понравится друзья ну и конечно оставайтесь с нами а мы с ларисой будем снимать для вас новые видео всего доброго пока